Девушки отдыхают Краски высыхают очень быстро, глазом не успеешь моргнуть, как кисть уже затвердила. Что же делать, если под рукой нет специальных растворителей? Да и стоят они немало. Кажется, что кисти испорчены безвозвратно, но не спеши их выбрасывать. Попробуем их отмыть. Наливаем в емкость средство для мытья посуды и горячую воду. Погружаем в стакан кисть и оставляем часов на 10. Потом ее нужно хорошенько промыть теплой водой. Ура! Кистью снова можно рисовать. Еще один действенный способ бороться с затвердевшей акриловой и масляной краской – использовать жидкость для снятия лака. Наливаем в чашечку. Хорошенько придавливаем борс о стенки. Можно оставить кисть ненадолго в растворе, а потом промыть в мыльной воде. Если кисти не очищаются такими способами, подойдет любое растительное масло. Разминаем в масле очередную затвердевшую кисть. Оставляем на несколько часов. После промываем мыльной водой со средством для мытья посуды. Отличный результат! Краска полностью сошла, кисть готова к работе. Ладно, если кисти в краске. А как быть с руками, если не хочется использовать агрессивные растворители, вредные для кожи? Обычное растительное масло поможет бережно смыть масляные краски с рук и даже с одежды. А жирные пятна потом поможет вывести средство для мытья посуды. Существуют также универсальные, более сильные растворители для безнадежных на первый взгляд кистей. Берем бензин и керосин и помещаем по одной кисти в каждый раствор. Посмотрим, что работает лучше. Из-за резкого запаха нужно это делать на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Отлично! Обе жидкости прошли проверку. Теперь кисти можно использовать вновь. Все инструменты для рисования получили новую жизнь. Но лучше такого не допускать и мыть кисти в теплой воде сразу же после использования. А для очищения особо мягкого борса сделайте специальную доску. Мы показывали, как ее изготовить в наших предыдущих роликах. Нужен красивый контур для создания объемных узоров на любой поверхности? Стоит он дорого, да и продается в маленьких тюбиках. Но можно его сделать самостоятельно. Мы выдавили в чашку немного акриловой краски. Гуашь также подойдет. Добавляем чуть больше клея ПВ. Посыпаем глиттером. Все перемешиваем кистью. Смесь на глазах начинает тянуться. Мы подготовили несколько цветов. Берем шприц 20 мл. Вытягиваем поршень. Наполним шприц краской. Вставляем поршень обратно. И начинаем рисовать. Аккуратно выдавливая нужное количество краски. Сердечко готово. Такой способ нанесения краски удобно использовать для надписей и узоров. Буквы и изображения получаются объемными. Всего за пару минут мы сделали из обычной акриловой краски и клея яркий блестящий контур. Его с легкостью можно использовать в скраббукинге для декора одежды, украшений или предметов интерьера. Нет подставки для смартфона под рукой? Наш следующий лайфхак поможет решить эту проблему за считанные минуты. Нам понадобятся две большие скрепки. Разгибаем одну, чтобы получилась такая деталь. Вторую скрепку раскладываем таким же образом. Соединяем скрепки двумя концами. Получается такая легкая подставка. Можно использовать ее по-разному в зависимости от того, что планируется установить на конструкцию. На одну подставку разместим телефон, другую используем для фотографий. Вот так легко и просто мы превратили самые обычные скрепки в удобные холдеры. Они достаточно прочные, быстро делаются, и их не проблема найти в рабочем столе. А сейчас мы поделимся еще одним способом украшения открыток, альбомов или подарочной упаковки. Сделаем объемные сердечки. Мы заранее вырезали шаблон половинки сердца. Их можно сделать разного размера. Нам понадобится красная бумага. Можно также использовать плотную ткань или фоамиран. Кладем шаблон на бумагу и продавливаем по контуру, не пишущей ручкой. Переворачиваем половинку, совмещаем с продавленными линиями. Обводим вторую часть. Вырезаем. Делаем небольшой надрез по центру. Загибаем надрезанные части внутрь, чтобы получился V-образный вырез. С обратной стороны напоминает воротничок. Совмещаем загнутые части. Сердечко становится объемным. Фиксируем клеем ПВ. Такие славные сердечки можно использовать в скрабукинге или декоре. Чтобы акриловые краски не валялись в беспорядке, сделаем для них удобный и очень симпатичный органайзер-подставку. Не будем выбрасывать картонную коробку из-под красок. Она как раз подходящего размера. Отрезаем крышку и откидные створки. Нам понадобится бумага с принтом или скраб-бумага, сделанная своими руками. Задекорируем верх коробки, примеряем. Отрежем на пару сантиметров выше края. Посмотрим, как лучше. Проклеиваем боковую сторону. Фиксируем бумагу. Клеим дальше. Прикрепляем недостающую часть. Разрезаем уголки. Образовавшиеся клапаны фиксируем внутри. Нижнюю часть будем декорировать бечевкой. Проклеиваем конец. Используем силикатный клей. Фиксируем бечевку на самый низ. Добавляем клей, если нужно. Укладываем бечевку ровными рядами. Готово! В таком соразмерном холдере очень удобно хранить тюбики с краской. Теперь их не придется искать по всей комнате. Эта коробочка отлично подойдет для канцелярских принадлежностей, заметок или нужных мелочей. Сделаем еще один простой и стильный органайзер из использованной упаковки. Мы задекорировали тубу из-под чипсов разноцветными лентами, подобранными так, чтобы получился плавный переход тонов. Сделаем из подставки для канцелярий еще и органайзер. Берем силовые кнопки-гвоздики, они бывают и ярких цветов. Втыкаем кнопку сверху банки. Через 3-4 сантиметра добавляем другую контрастного цвета. Примерно на таком же расстоянии втыкаем еще одну. Мы прикрепили 7 кнопок, чередуя цвета. Не забудьте аккуратно загнуть острую часть кнопок изнутри. Если вдруг не получается, на металлический кончик можно капнуть термоклей, чтобы случайно не пораниться. Либо можно отделить пластиковую часть от стержня и наклеить на тубу. На них удобно вешать бижутерию. С такой удобной подставкой она не потеряется. Хочешь стильную маску из папье-маше, но основу из пластилина очень долго и сложно вылепливать? Мы предлагаем быстрый способ, как это сделать при отсутствии художественных навыков. Используем обычную фольгу. Прикладываем аккуратно к лицу. И получаем отличный слепок. Пластичная фольга хорошо повторяет все черты лица. Такая маленькая хитрость помогает свести к минимуму сложный этап формирования основы для маски. При помощи фольги также можно сделать основу для папье-маше из любого предмета. А сейчас мы покажем, как всего за пару минут из бумаги сделать красивый фонарик в технике точеного тиснения. Для удобства мы используем плотную бумагу для скраббукинга с простым орнаментом. За основу можно взять совершенно любой графический рисунок. Принцип прост, но требует немного терпения. Прокалываем контур точку за точкой. Выбираем высоту фонарика. На край заготовки клеим двусторонний скотч. Снимаем защитную ленту и фиксируем концы, чтобы получился цилиндр. Можно воспользоваться клеем. Накрываем этим бумажным фонариком электрическую свечку, и мини-ночинник готов. Также вовнутрь можно поместить светодиодную гирлянду, которая не нагревается. И уют в комнате обеспечен. Надеемся, наша подборка лайфхаков поможет тебе сэкономить время для новых интересных поделок. Чистые кисти вновь послужат для творчества. Рисование шприцем откроет новые горизонты, а пустые упаковки превратятся в удобные органайзеры. Пиши в комментариях, было ли полезно видео. Подписывайся на Трум Трум. У нас еще много крутых лайфхаков на все случаи жизни. Жми пальцы вверх и кликни на колокольчик. Ты узнаешь первым, что новое видео уже на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова